В Беларуси впервые осудили сторонников русского мира. Троих мужчин признали виновными в разжигании межнациональной розни. По мнению прокурора, статьи одного из осужденных могли привести к возникновению в Беларуси конфликта, подобного тому, который возник в Украине. Минский городской суд в пятницу, 2 февраля, признал виновными авторов прокремлевского агентства «Регнем», которых осудили за разжигание межнациональной розни, сообщает 112 Украина. Преподаватель одного из белорусских университетов Юрий Павловец, бывший школьный сторож из Бреста Дмитрий Олимкин и редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шептенко осуждены на 5 лет лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Сами осужденные не признали своей вины и в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. За решеткой во время следствия авторы «Регнем» провели почти 14 месяцев. Ранее один из осужденных, Олимкин называл белорусский язык российским диалектом. Он писал, что между мировыми языками произошла своеобразная Олимпиада, по результатам которой в лидерах оказались русский, английский, испанский и некоторые другие языки. А вот белорусские и украинские опоздали на Олимпиаду, и от них якобы можно отказаться. Отмечается, что украинская тема и аналогия не раз возникала в текстах обвиняемых. Как заявил прокурор, статьи Олимкина могли привести к возникновению в Беларуси конфликта, подобного тому, который возник в Украине. Шиптенко, например, писал, «Беларусь медленно, но уверенно движется к модели этнического национализма по украинскому образцу». Ранее в Беларуси осудили бойца ДНР. Как сообщалось, в Украине белорусы оштрафовали за Георгиевскую ленту. Он заплатит штраф в 2550 гривен за использование флажка с Георгиевской лентой. По материалам сайта Ньюзгроком.